МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации. Телерадо компании Гомелюстуды працуя Маргарита Котова. Глядите в этом выпуске. Диагноз можно поставить одразу. У детяшую больницу на Жарковского за сродки японского гранта купили новый эндоскоп. Подарунок до Нового года. Радужская средняя школа в Ветховском районе открытся после реконструкции у Снежни. История одной семьи, которая объединила несколько стран. В Гомеле проходят первые международные паскевицкие шитания. А сейчас об этом меньше больше подробно. Новое эндоскопичное обсталевание для маленьких пациентов. Областная детяшая клиническая больница сегодня принимала делегацию из Японии. Минавито дякуши японской программе «Карани травы» Гомельская медустанова отримала уже три гранты на покупку необходимого обсталевания. А последний набыток – сушасный шмат функциональный эндоскоп. За максимальностями обсталевания надзирала наша здымашняя бригада. Павел Кеулю разом с матью приехал на обследование в детячую больницу звездки Барсуки Кармянского района. У подлетка проблемы со остраунникова кишечным трактом. Мясовый педиатр накировала его у Гомель. Такие процедуры Паулу робить не в першиню. Але на старым обсталеваниях это было болюче. А зараз же просто крыху неприемно. До того ж, дякушу японскому эндоскопичному обсталеванию, обследование детей проходит больше информативно. При проведении гастроскопии на великим мониторе одразу бачны самые минимальные отхиления. И у выпадку наявности проблемы можно одразу примать меры. По сравнению с тем оборудованием, которое у нас было, эта видеостойка имеет большие преимущества. Прежде всего в том, что система увеличения и режима NBI позволяет увидеть слизистую изнутри на уровне микроскопа. То есть мы видим клетки, ворсинки. Это зачастую нам позволяет принимать решение в случае необходимости удаления каких-то образований, непосредственно проводя исследования, не дожидаясь заключения морфолога. Подчас устреши с коллективом больниц, наместник старшине Аблова Конка Молодимир Прывалов нагадывая, что медустанова Нажарковского – одна из лепших в Беларуси. А дякушу тем лику ураду Японии, яке оказывает допомогу на быте обсталевания, дети Гомельской области отримливают высокоякосную допомогу и свочасово проходят необходимые обследования. С тем, что медустанова мает уровень, який наш мат превышает региональный, згодны и японские гости. Посетил больницу первый раз и удивился смотреть, как оснащены современными оборудованиями. Даже я думаю, что уровень, как у нас в Японии. За 15 годов реализации программы «Карани травы» допомогу отримали медустановы Гомеля и 13 районов в области. Восьми районам, яке наибольшь потерпели у вынеку аварии на ЧАЭС, гранты выделяли двойче. И только детячая больница на Жарковского отримала уже третий грант. За этот час в регионе было реализовано 30 проектов на сумму коля 2,5 миллионов долларов. Марина Джала, Игорь Маришченко, телерадиокомпания «Гомель». В Радужской средней школе Ветковского района чекают Деда Мороза. Миновата ГТ казачный персонаж повинен открыть у агрогородку реальную установу адукации. Об надеях вязковцев и их практичному вособлении материал наших корреспондентов. Работы, которые продолжаются сейчас в Радужской средней школе, назвать реконструкцией «Нельга». Хочется, это строительство новой установы с раннейшей назвой. Старый дом, созданный в 1965 году, разбурили практически полностью. В аварийном стане находились дровляный дах и подмурок. Сегодня тут завершаются строительные работы. На проконце наступного месяца школа будет официально сдадена в эксплуатацию. Все наши руководители контролируют. Генеральный директор, директор наш, потом районные, все администрации. Все здесь приезжают, здесь планерки. Чуть ли не каждый день. Через день, через два планерки проходят нас. У нас интересы идут и сообща. Идет все сообща. Все понимают, что детям нужно учиться в теплых, красивых классах. Все сообща работаем. А про капитально адрамонтованного старого будинка, Радужская школа теперь уключает у себя хоршовый блок и новый корпус, яких ранее не было. Это позволило открыть майстерни для працованного навучания, лингофонный кабинет, кабинеты информатики, физики и астрономии. Причим, все классы оснастили у отповедности с ужасными потребованиями. Зараз у школы шакают завершение капитального ремонта у старого будинка. Это позволит кончатково вырешить те проблемы установы, которые еще застаются. Необходно обсталевать покои для занятков и отпочинку в учнях молодших классов. А так само полепшись умовы прасы самих наставников. Покуль своего кабинета нема навод у директора. В старом здании, в котором проходит реконструкция, будут размещаться на первом этаже учебные кабинеты начальных классов. Первый, второй, третий. Спальня игровая для первого класса. Медицинский кабинет. Кабинет директора. На втором этаже учебные классы для учащихся пятого, шестого, седьмого и восьмого класса. Актовый зал учительская. Сегодня у Радужской средней школы займаются 109 ученев. В будущем сюда будут привозить так само наученцев 10-х классов с ближайших вёсок, где зараз просуют только базовые школы. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько. Телерадиокомпания «Гомель», Ветковский район. От строительства школ и детских садов до зависимости от гаджетов и проблемы наркомании. На самые злободённые темы открыты и широко Гутер или сегодня представители отдела эдукации, спорта и туризма Центрального района Гомеля с приёмными мать, которые живут на этой территории. Формат открытого диалога о неповышальной лекции допомогу Гутерцы пройти выниково. За недохопу вольного часу, який диктуется гиперхудким темпом життя, не кожный сдольный выделить час на самоэдукацию и глубокие разваги. Тому такие сустреши дают махшимость отримать отказы одразу на многие пытания. Например, как будет развиваться район и какие объекты еще тут побудуют, не которых цикавила перспектива заявления новых спортивных пляцовок. Такие пытания, кажут специалисты, свечать об тем, что приёмные семьи заклопочены умоцованием здоровья своих выхованцев. Не бышли у размове и тяжкие моменты сегодняшней рычаисности. Гутер или, например, об тем, что подлетка бывает легко утягнуть у наркобизнес. Значит, треба безупинно обмерковывать за имя эту тему, огушевать термины позбавления воли, которые могут погрожать за такие справы. Закранули и тему ДТЗ за делом неполнолетних. Часто они стараются по причине перевозки их без специальных креслов альбо непрошпиленными раменями безопасности. Нередкость, на жаль, когда дети трапляют подколы автомобилей за навушников и гаджетов, которые оттягивают увагу от дороги. В приёмную семью попадает ребёнок уже с раненым сердцем. И подготовить родителей к тому, чтобы полюбить своего воспитанника, это работа психологической службы. Сегодня я расставила акценты на тех тенденциях, которые имеются как у обычного родителя. Это, конечно, сложности с наркобизнесом, назовём это так, куда втягиваются несовершеннолетние. Это какие-то ДТП, которые случаются с участием детей. Это возможность использовать своё право на какие-то льготы, какие-то решения вопросов бытовых. Это всё сегодня звучало при общении с родителями. Сегодня у Гомеля открылись первые международные паскевицкие читания. У конференции проймают удел специалисты библиотечной и музейной справы, а так само краезнаутцы из Беларуси и России. С историей семьи, яка объеднула и некольки краин, ознайомились наши корреспонденты. Её особенностью является исключительная историческая редкость. Книга была осуждена церковно-религиозным судом в Сербоне. Тиражи её уничтожались на кострах священной инквизиции. В этой книге вы можете увидеть уникальные исторические гравюры и, конечно же, непревзойдённое оформление французского переплёта. Выдание, об яким рассказывая краезнаутцы Дзянислем Тюгоу, можно аднести до особливо редких. У свете засталось усяго коля десяти экземпляров. Гэты гисторые двора Папы Рымского 1612 года. Воголе Дагастрышненской революции у фамильной библиотецы князёв Паскевича, якая потом стала основой отдела Радкой книги областной библиотеки, наличвалась свыше 20 тысяч тамов. До нашего часу заховалась крыху больше, як 6200. Проводимая конференция выник проекта Паскевича и светской эпохи, над яким у Гомелли працавали на протягу года. Головная мета – популяризация гисторичной спадшины. В Гомеллиском имени в 1882 году впервые в Беларуси появился телефон. И это всего через 6 лет после того, как изобретение американского инженера Александра Была было продемонстрировано на выставке Всемирной Филадельфии. Телефонную станцию имела и Добружская пищебумажная фабрика. И именно на ней в 1889 году заработала первая на белорусских землях промышленная электростанция. А введение 8-часового рабочего дня на этой фабрике стало первой инициативой подобной в Российской империи. Первые паскевичские житания – это еще одна махчимость звернуться до совместной белорусско-росийской истории. Не уапошную шаргу по этой причине без уваги у дельников конференции не застався так само уладальник гомельского маянтка Миколай Румянцев – дипломат, осветник, меценат. По великим рахункам и навитаем заклав основу центральной участки города. Гомелю заправды пошанцевала. Петербургский чиновник, высокопоставленный государственный канцлер, председатель Государственного совета, а он себя завещал похоронить именно в Гомеле. Здесь он провел много времени. Сироду дельников первых паскевичских читаний у специалисты библиотечной и музейной справы, краезнаутцы и историки – Сминска, Гомеля, Бреста, Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска. На протягу двух дней он подчас пленарного посаджения и работу в секциях планует заслухать каля 30 докладов, а так само наведать широк установ культуры. Але махчимая ще больш значная задача – поширение навукового супрасовніства. Поскольку здесь в Гомельской областной библиотеке начинается и уже во всю идет большая и серьезная работа по изучению наследия паскевичей, мы приглашаем всех ознакомиться по подробнее с фондом Российской государственной библиотеки. И я уверен, что это ознакомление значительно обогатит наше представление об этой выдающейся исторической личности. Олег Сентюров, Евгений Кухаронак, Валерий Гопанько, телерадио «Компания Гомель». Можные, обаяльные и привабные. Областным центром прошел кастинг конкурсу «Мистер Гомель-2020». Жадаючи трапеть в финал и змагаться за гоноровый титул, сострелись жюри в городском центре культуры. С ними погутерила и наш корреспондент Ганна Каральчук. По шуке самого пригожого и артистичного гомельчанина организовала подъем школа модельного агентства Сергея Нагорного. На кастинг запросили полнолетних хлопцев ростом не меньше за 175 сантиметров, які мают белорусское громадянство. Претенденты повинны быть привабны из внешности, харизматичными и упевненными у собе. Все лето самому старейшему отделнику сполнилось 33 годы, самому юному – 18. Родзанятка у хлопцев так само розны. Гето студенты, фитнес-трейнеры, а так само урач, предпринимательник, будовник, монтажник, повар, програмист и выротовальник. Увлекаюсь я спортом, слежу за здоровьем, за фигурой, правильное питание. В свободное время могу стихи посчитать, возможно, написать даже. Конкурс для меня – это что-то новое. Я никогда в подобных не участвовал, поэтому для меня каждая минута – это сюрприз, каждая минута – это подарок. Я буду рад принять участие в этом конкурсе. Я вообще увлекаюсь музыкой, играю на улице с ребятами, интересные вещи делаем, замечательные, людям нравится. Коллектив какой-то? Да, есть коллектив, занимаюсь коллективом в ГЦК, называется «Кава». Пишем песни на белорусском языке, кстати. Я считаю, что мистер Гомель должен быть индивидуальным, быть самим собой. Обычно в будни студенты не сильно выделяются какими-то красками, а здесь что-то интересное будет, видишь, танцевать научат. Какой он должен быть? Мистер Гомель, скажем так. А, мистер Гомель, с гомельской пропиской. Да, помимо. Помимо, но должен быть высоким, я думаю, с чувством юмора. Я думаю, не должен стесняться публики, должен пошучивать. Ну, возможно, с ноткой самоиронии. Не должен прогибаться по тяге этой жизни, а просто почувствовать неудовольствие. Мотивация у каждого своя. Хтось и пришел, как позбавиться от комплексов, поднять самооценку и научиться новому. Удельничать в конкурсе многих переканали любимая девчина-бужонка, родные и сябры. Подчас отбору молодым людям пропоновали отказать на разные пытания, продемонстровать навыки дефиле и особистые творческие сдольности. По словах жюры, от финалистов чекают не только привабности и физичной силы, але и розуму, артистичности и упевненности у собе. Остатним навыкам их обязают научить подчас подрахтовки до финалу. В течение нескольких месяцев наши парни будут готовиться усиленно к финалу. Будут проходить подраховка по таким предметам, как дефиле, хореография, актерское мастерство, конечно же фотопозирование. Планируем с ними выезд на различные городские мероприятия еще в процессе подготовки, чтобы они могли привыкнуть к сцене, набраться опыта, не бояться публики. Хотим в процессе снимать социальные ролики, ролики, спортивные мероприятия, интеллектуальные. Может быть повторим успех прошлого года, кулинарный поединок проведем. По выниках кастингу в финал организаторы плануются добрать 14 стильных, спортивных и обаяльных кандидатов. Имя мистера «Гомель-2020» визначится подчас шоу у лютым наступного года. Ганна Корольчук, Явген Макеенко, телерадио «Компания Гомель». Славянские театральные встречи зберут у «Гомелі» творчие коллективы шотерох країн. 14-й международный фестиваль пройдет областным центром с третьего по сьома «Снежняя». Девиз селетнего форума «Театр як свято». Фестивальные спектакли пройдусь на четырех пляцовках. Сцена Гомельского аблдрамтеатра, городского молодежного театра, Державного театра «Лялик» и городского центра культуры. Открыли форум выступления Национального академичного театра имя Янки Купалы. Галунный драмтеатр «Республики» проведет Гогалевского ревизора. Так само свои спектакли проставят як добровядомые гомельской публице коллективы, так и дебютанты. У конкурсной программе коля 10 спектакляв. Завершить фестиваль сумесный проект Черниговского театра имя Тараса Шавченки и Гомельского аблдрамтеатра «Комедия вечера по-французскому». На фестивале будут спрацовать международные журы и театральные крытоки за Белоруссией, Россией, Украиной, Польшей и Грузией. На наш фестиваль, на нынешний, приезжает Грузия. Это впервые за всю историю фестиваля, на Белийский театр юновозрители. Причем приезжает пример такой хорошей дружбы, привозят спектакль на грузинском языке, который поставил белорусский режиссер, художественный руководитель Минского тюза, Белорусского академического тюза Владимир Советский. То есть фестиваль, он обрастает какими-то связями, взаимопроникновениями. Яркой часткой мероприемства станет святкование 80-ти годя Гомельского областного драматичного театра. Юбилейный вечер пройдя 6-го Снежня. На его запросили людей, які унесли великий вклад в развитие установы, ветеранов театра, режиссеров и мастаков, ведущих театрознавцев и педагогов. ГТН-ші новини можете знасти на нашем сайте в интернете по адресі www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Дякую за увагу. До встречи в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Александр Гомоля. Здравствуйте. В Гомеле в результате ДТП пострадали три ребенка. Накануне утром на улице Пеняськова 41-летний водитель Ситроена, поворачивая налево на зеленый сигнал светофора, не пропустил двоих обозначенных фликерами шестилетних девочек-пешеходов. Обе госпитализированы. Днем ранее в Костюковке водитель автомобиля «Шкода Фабия» совершил наезд на 13-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по зебре. Она также была обозначена фликерами. В результате ДТП подростка доставили в нейрохирургическое отделение. На территории Гомельской области за 10 месяцев текущего года произошло 51 дорожно-транспортное происшествие, в которых двое деток погибли, и 51 ребенок получил телесное повреждение различной степени тяжести. В Гомель нетрезвая женщина водитель совершила ДТП и попыталась скрыться. Водитель «Хёнда» зацепила припаркованный автомобиль, после чего попыталась уехать, но врезалась в столб на перекрестке улиц Каменщиковой и Кленковской. Когда на место происшествия приехали сотрудники ГАИ, женщина не отрицала своей вины в случившемся. В ДТП она получила незначительные травмы. Суд Житковического района вынес приговор по уголовному делу о покушении на кражу рыбы. 20-летний мужчина незаконно ловил рыбу из пруда, принадлежащего опытному лесхозу «Белая». За этим занятием его и застали сотрудники милиции. При себе у нарушителя были мешки с уловом, в которых находилось 270 килограммов карпа и более 8 толстолобика. Теперь виновный должен выплатить штраф в размере 1530 белорусских рублей. В Гомеле разбили стены и украли сейф из офиса службы такси. Установлены личности мужчин, которые могли быть причастны к этому преступлению. Ими оказались жители областного центра 37 и 39 лет. Один из них неоднократно судим и ранее пытался устроиться в эту фирму водителем. По месту жительства мужчин обнаружена часть похищенных денег и ноутбук. Также правоохранители нашли взломанный сейф, который подозреваемые выбросили в один из водоемов Ветковского района. Следователи возбудили уголовное дело за кражу в крупном размере. В Добрушино пожаре спасли хозяина квартиры. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, из окна на втором этаже шел густой черный дым. В коридоре спасатели обнаружили пенсионера 1949 года рождения. Его госпитализировали. Также из здания эвакуировали пять человек. Они не пострадали. В результате пожара повреждено имущество квартиры. Вероятная причина возгорания – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. В Житковическом районе нашли пропавшего 77-летнего жителя деревни Ленин. Об исчезновении человека 19 ноября сообщили его родственники. Они рассказали, что пенсионер ушел в неизвестном направлении. На поиски отправились сотрудники районного отдела внутренних дел, МЧС и местные жители. Нашли пенсионера на следующий день, примерно в 11 часов утра на расстоянии полутора километров от деревни. Он спал в зарослях в пойме реки Случ. Мужчина госпитализирован. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Мужская команда гонбольного клуба «Гомель» упустила победу над столичным БГУ ФК СК. Команда Сергея Цыганкова по итогам первого тайма выигрывала два мяча. 16-14. Удержать победное преимущество во второй половине гомельчанам не удалось. Студенты вырвали победу в концовке. 28-29. В турнирной таблице первого дивизиона чемпионата страны «Гомель» по-прежнему на последнем шестом месте. 27 ноября команде Сергея Цыганкова предстоит выездной поединок против Могилевского «Машеки». Два игрока коллективов из Гомельской области в символической сборной девятого тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. В воротах частый гость таких спортивных хит-парадов Юрий Дегтяренко. В отчетном туре галкипер ВРЗ надежной игрой способствовал победе своего коллектива над лидером на тот момент турнирной таблицы столичным дорожником со счетом 4-1. Впервые в символической сборной тура Виктор Волков. Его два гола помогли Светлогорскому ЦКК одержать победу над Гродненским УВД «Динамо» 4-2. Отмечу, что Виктор Волков в числе лучших бомбардиров чемпионата с девятью голами он занимает вторую строчку. В Гомельском дворце легкой атлетики сегодня стартовала республиканская спартакиада детско-юношеских спортивных школ по вольной борьбе. Первыми на ковры вышли юноши. В заявке 37 команд и более 200 спортсменов. Гомельская область хозяйка соревнования потому имеет самое многочисленное представительство. В состязаниях участвуют воспитанники полутора десятков отделений вольной борьбы ДИСУШа региона. У спортсменов есть хорошая возможность попробовать свои силы на высоком уровне и получить соревновательный опыт. У тренеров оценить потенциал своих воспитанников. Не все могут выиграть на республику, а вот сейчас у них, как говорится, есть возможность себя проверить и на этом уровне. И сразу тренера видят, насколько тот резерв, который там, допустим, на сегодня слабее ребенок, может конкурировать в дальнейшем. На соревнования удалось собрать сильнейших борцов со всей страны в возрасте до 16 лет. Учащийся областного училища Олимпийского резерва гомельчанин Никита Демченко представляет на спартакиаде с дюшер профсоюзов и намерен добраться до медальных поединков. Начался турнир для него с победы. Непростой, как признался, сам спортсмен. Тяжело было быть. Первая схватка. Надо было пробороться, а я не успел чуть-чуть. Не подрочитал время. Размелся чуть-чуть. Сегодня в плане соревнований предварительные поединки у юношей. Завтра финальные. Девушки разыграют награды в субботу. Победители спартакиады в конце декабря отправятся в столицу России – Москву, где примут участие в международном рождественском турнире. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.